Рассказываем миру об Украине. Я Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Электронные декларации чиновников будут проверять Генпрокуратура, Нацагентство по предотвращению коррупции и Антикоррупционное бюро. По словам главы ГПУ Юрия Луценко, проанализируют в частности уплату налогов депутатами, Которые задекларировали больше 100 тысяч долларов наличными. Те, кто уклонялись, могут получить наказание от 2 до 15 лет тюрьмы. Следующим шагом проверки будет анализ поданных документов на предмет возможного отмывания денег, Добытых преступным способом, а также информации о банковских вкладах декларантов. Также, по словам Луценко, Генпрокуратура обратилась в Государственную финансовую службу С просьбой проверить уплату налогов дарителями, которые указаны в декларациях. Напомню, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций чиновниками За 2015 год в реестр подано свыше 100 тысяч документов. Народные депутаты отказались от идеи повысить себе зарплаты. Рада исключила из проекта бюджета на следующий год пункты о росте окладов парламентариев. Такое решение поддержали 264 избранника. Напомню, на предыдущей сессионной неделе парламент принял в первом чтении проект главной сметы страны. Заодно проголосовали из-за повышения оплаты труда нардепов практически вдвое. А это до чуть более 100 тысяч 400 долларов. В зоне АТО за минувшие сутки без потерь и раненых среди бойцов. Позиции военных наемники атаковали более 30 раз, применили снова тяжелую артиллерию. Огонь ввели из минометов 120-го и 82-го калибров. На Мариупольском направлении обстреляли укрепления военных в Широкино и Красногоровке. На Луганском минометы работали по Нижнетеплому и Лопаскино. Крымские боевики атаковали из крупнокалиберной ствольной артиллерии. На Донецком направлении произошло 10 обстрелов. В Луганском российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов вооружение БМП. А в Авдеевке, Шахте-Бутовка, Верхнеторецком минометы 82-го калибра, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие. 600 украинских инструкторов в этом году подготовили по программам НАТО. Как сообщили в Минобороны, уже завершили обучение 10 подразделений специального назначения и около 250 военнослужащих службы правопорядка. Восстановили участие ВСУ в силах реагирования НАТО в процессе планирования и оценки сил. Напомню, на сегодня по международным стандартам подготовили 225 инструкторов по тактической медицине. Сейчас в Минобороны организовывают работу иностранных стратегических советников. Уже назначены советники высокого уровня от США, Великобритании, Литвы и Канады. С начала ноября эта группа начнет работу в полном объеме. На стадии разработки назначение стратегического советника от Федеративной Республики Германия. Министерство обороны Украины подводит итоги выполнения мероприятий годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО на 2016 год. Согласно ей, ведомство принимает участие в выполнении 168 мероприятий, из которых у 128 как исполнитель. Сейчас в Министерстве обороны Украины работает делегация экспертов НАТО, которая оценивает ход выполнения оборонным ведомством мероприятий годовой национальной программы «Сотрудничество Украина-НАТО-2016». Журналиста Романа Сущенко, скорее всего, обменяют на человека, привлеченного к уголовной ответственности в Украине. Такое мнение высказал адвокат Сабкора Украинформа Марк Фегин в комментарии «Пятому каналу». Подчеркнул, важно, чтобы это была фигура с понятным прошлым и публичным именем. По словам Фегина, обвинение в шпионаже, которое объявили Сущенко, в России является особенно тяжелым. Напомню, 27 октября Московский горсуд отказал удовлетворить жалобу на арест журналиста. ФСБ задержало Сабкора Украинформа 30 сентября в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки. Лефортовский суд постановил арестовать его до 30 ноября. Киев назвал задержание журналиста провокацией, обвинение в шпионаже надуманными. Украинец Евгений Панов, проходящий по делу так называемых крымских диверсантов, не получает писем и передач от родственников. Об этом сообщила крымская правозащитная группа со ссылкой на брата политзаключенного. В субботу Панова посетила в СИЗО Лефортова российская правозащитница Зоя Светова. Ей украинец и сообщил подробности пребывания в изоляторе. Напомню, Евгений Панов находится в СИЗО с октября. В начале августа в Крыму была задержана по версии ФСБ группа украинских диверсантов. Они, в том числе и Панов, якобы готовили теракты на полуострове. Ранее в крымской правозащитной группе заявили, украинец был вынужден себя говорить. При знании у него выбивали с помощью пыток. Украинцы с сегодняшнего дня могут оформить ID-паспорта. Такое постановление принял Кабинет министров. Ранее пластиковые карточки выдавали только тем, кто получал документ, который удостоверяет личность и гражданство впервые. Верховная Рада утвердила обязательный переход на биометрические паспорта с 14 лет. Ранее ID-карты бесплатно вручали тем, кто достиг 16-летнего возраста. Сейчас паспорт гражданина выдается с 14 лет. Для лиц, которые достигли 18 лет на 10 лет, 14-летним на 4. Также миграционная служба не будет оформлять традиционные паспорта, но выданные ранее документы в виде книжки действуют в течение срока, на который выданы. Волейбольная лига чемпионов впервые в Украине. Никогда ранее украинские клубы в этом турнире участия не принимали. Были выступления и очень удачные в Кубке Европейских чемпионов. Но вот с лигой знакомимся впервые. Первооткрывателями станут волейболистки южненского «Химика». Они сегодня в квалификации турнира принимают краснодарское «Динамо». Украинско-российская битва долгое время была под вопросом. Матчи хотели провести на нейтральной площадке, но решили, что безопасность участникам обеспечат. Игроки «Химика» на старте национального чемпионата не проиграли ни одного матча. Плюс выиграли суперкубок Украины. Но здесь другой соперник, другой настрой, а значит другая история. Матч состоится сегодня в Южном. Это, конечно, большой шанс для нас. И очень хочется этим шансом воспользоваться, чтобы все-таки уже где-то на самом высоком уровне и знали и за клуб «Химик». То есть в Кубке «ЦЕФ» мы уже тоже нашумели. Вот хочется немножко нашуметь и там. Герои Чикаго, призрака оперы «Ноттердам де Пари» вновь оживают на киевской сцене. Почитатели мюзикла третий год подряд в начале сезона собирает национальная оперета. Критики называют шоу-программу «Театром будущего». Тонкая драматическая игра, изысканный вокал, оригинальная хореография плюс сложные акробатические трюки. Все это создает зрелищность в сочетании с многослойным мультимедийным оформлением и световыми спецэффектами. На сцене киевской опереты «Вечер мюзикла». Украинских меломанов удивляют интерпретации уже известных шедевров жанра и одновременно знакомят с премьерными номерами. В гала-концерте 26 номеров. Программа под 13 номеров в каждом акте. Задействована практически вся труппа театра. Это больше 100 человек. Поэтому сегодня зритель любит очень большое разнообразие артистов на нашей сцене. Жанр, который родился в начале 20 века на подмостках Нью-Йорка из сплава варьете, балета и драматических интермедий, сегодня считается одним из самых любимых публикой во всем мире. Солистка национальной опереты Анна Доу мне рассказывает, что мюзикл ей помогает раскрыть и познать себя. Она участвует в нескольких номерах. Все ее героини с разными темпераментами и судьбами. Анне очень импонирует образ тюремной надзирательницы из мюзикла «Чикаго». Говорит, понравилось чувствовать себя властной всемогущей. В то же время актриса отлично справляется с лирическими образами. В другом номере я мама. Это еврейский номер, скрипач на крыше. Там я совсем другая. Там мама еврейская, которая выдает дочку замуж. Благодарна театру, что ты можешь открывать себе такие тайны и такие вещи, от которых ты даже сам думаешь, неужели это ты и неужели в тебе все-таки это есть. Национальная оперета – единственный в Украине театр, имеющий официальную лицензию от Нью-Йорка на право постановок бродвейских жемчужин. Поэтому в одном вечере представлена вся история жанра от начала прошлого века до наших дней. Украинская публика наслаждалась постановками фрагментов сразу нескольких десятков самых известных произведений, которые уже завоевали сердца миллионов. Вот сегодня совокупность, такой сегодня фейерверк наших музыкальных номеров из мюзиклов. Поэтому сегодня мы доставляем максимум удовольствия для нашего зрителя. Для постоянного и для нового. Главный балетмейстер опереты Вадим Прокопенко делится планами. 11 ноября еще одна большая премьера. Зрителей ожидает классическая венгерская оперета Имре Кальмана «Графиня Морица». Мощные сольные номера с национальным колоритом, трогающие душу дуэты, зажигательные чердаши. А каждый месяц, как всегда, у нас брендовые проекты. В ноябре это симфонический проект с австрийским посольством, где будет играть очень известный пианист австрийский вместе с нашим оркестром. Это будет у нас такой в стиле блюз, очень интересный момент. Новогодний «Штраус» концерт. Ко дню влюбленных большой концерт. Марьяна Макада, Петр Галка, Юэй Ти Ви. Спасибо, что вам интересно, Украина. Мы уже готовим следующий выпуск.